Рассмотрим протокол IP-версии 4. Ну, прагматику создания этого протокола вы знаете. В принципе, он создавался по требованиям агентства ARPA для того, чтобы построить сеть устойчивую при разрушении каких-то сегментов, грубо говоря, в случае атомной войны. Для этого там введена маршрутизация, то есть фактически была построена глобальная сеть маршрутизируемая, разрабатывалась в рамках BSD Unix. Поскольку глобальная сеть стала интересна коммерческим организациям в конце 80-х, начале 90-х, тогда же возник и веб, то многие фирмы пытались создать свою технологию глобальной сети, но тот же Netware Novel, он расширил свою сеть до уровня такого, что она могла быть глобально маршрутизируемая. IBM, Microsoft, ну, в результате волею судеб победила сетевая технология TCP и IP. Версия 4 это у нас, да, это была версия 4, но раньше не педалировали версию, и версию стали педалировать, версию, когда версия 6 протокола была сделана, IP NG, IP Next Generation, IP версии 5, такая аббревиатура была уже занята под совершенно левый протокол, не имеющий к IP никакого отношения, поэтому решили выбрать IP версии 6. Формат заголовка IP версии 4, ну, достаточно такой комплексный формат, минимальный размер заголовка 20 байт, дело в том, что за счет опций дополнительных он может изменяться, увеличиваться. Ну и в конце вы видите выравнивание, чтобы до 4 байт выравнивалось. В начале идет версия, длина заголовка, тип обслуживания, общая длина всего пакета, IP адрес, источник IP адрес получателя, ну, это очевидно, это главные вещи, которые должны быть в заголовке, это адреса, потом у нас идет идентификатор пакета, идентификатор пакета служит для нескольких целей, но основная цель это для того, чтобы собирать несколько пакетов в один для сборки пакетов. смещение фрагмента, если у нас идет из нескольких кусочков пакет, то, чтобы знать, как их собирать, нужно смещение фрагмента, флаги, дополнительная информация, время жизни, сколько живет у нас пакет time to life, в принципе, максимальное время жизни вы видите 255, время жизни уменьшается каждую секунду или каждый хуб, который проходит через маршрутизатор. В принципе, время жизни устанавливается разными операционными системами по-разному, ну, например, Linux 255 ставит, BSD 64 может поставить, больше 64 это принципиально не важно, 64 хопа это очень далеко получается, и 64 секунды тоже время жизни очень большое. Это позволяет не захламлять старыми пакетами сеть. протокол вложенный, понятно, как всегда, и контрольная сумма не всего пакета, а только заголовка. То есть это некое упрощение относительно идеологии СОСИ, где на каждом уровне считается полная контрольная сумма. Тут только сам заголовок контролируется 16-битная контрольная сумма. поле тип обслуживания. В принципе, идеология такая была. Это поле было сделано для того, чтобы разделять разные пакеты по классам обслуживания, приоритеты задавать с более высоким приоритетом обслуживать в первую очередь, с более низким приоритетом в последнюю очередь. Вот такая идеология. это поле менялось несколько раз. Ну вот, например, вот такие биты стандартные на данный момент. У нас биты ставятся как флаги на малую задержку, пропускную способность высокую, надежность и низкую стоимость. Дальше идет вначале именно приоритет. Что можно сказать? Не используются эти биты. Не используются. Идея была использовать их в сервере такой технологии. Проблема именно в том, чтобы заставить все маршрутизаторы на пути использовать именно эти биты. Вы в рамках сети, которая вам принадлежит, вы вполне можете ставить эти биты и они будут обрабатываться и все будет работать хорошо. Но как только пакет выходит за рамки вашей сети, у вас нет никакой гарантии, что другой маршрутизатор вообще обратит на эти биты какое-либо внимание. Поэтому это не глобальная технология. Глобальная так и не стала. Ну поэтому ее несколько раз оптимизировали, улучшали. Но в рамках определенной сети, вот скажем у вас есть городская сеть или вы владеете сетью связи на всю страну, то вы конечно можете использовать так как пожелаете нужным. Длина 16 бит соответственно у нас максимальная длина 2 в 16 байт, минус 1 естественно. Но нет, даже трудно сказать, где можно такие пакеты использовать. Но при желании конечно можно использовать и такие пакеты. Если вы создадите технологию супер-быстрой, супер-надежной передачи данных, то вполне возможно использовать и такие пакеты. флаги для маршрутизатора. Они показывают, что есть еще фрагменты и флаг может стоять запрещающий фрагментирование. Например, мы можем пинговать какой-то хост, задавая размер пакета пинга, соответственно задав бит запрета фрагментирования. И постепенно уменьшая этот размер, мы можем получить на всем пути минимальный размер пакета, который будет проходить через все маршрутизаторы без пересборки. Потому что, если мы его запретим фрагментировать, то естественно, если будет слишком большое, то где-нибудь заткнется. Вот мы установим, естественно, любая пересборка у нас удлиняет, замедляет передачу информации. Смещение пакета. Time to life. Чтобы не засорять этими пакетами. Протокол верхнего уровня включаемый. Контрольная сумма. Ну вот, вроде все остальные поля пошли. Значит, IP-адрес источника, IP-адрес получателя. Это стандартные во всех пакетах. Адрес уровня должен там быть. Опции. Опции не так много, но, в принципе, скажем так, они на данный момент вам особо не нужны. Они используются очень специфическим образом. Держим. Держим. Все готовы. Держим. Держим. Пока. Держим. Держим. Продолжение следует...